До юбилея столицы осталось чуть менее месяца. Праздновать именины Астана будет до самой осени. Организаторы запланировали более 650 мероприятий. Мои коллеги подробнее о предстоящих торжествах. В этом году Астана пополнится 10 новыми объектами. Это детский сад, фонтан, велопешеходный мост, спортивно-развлекательные объекты, бульвары и скверы. Каждый объект – это подарок от регионов ко дню столицы. К примеру, Карагандинскую область готовят пешеходную аллею. Новую аллею Астаны назвали Улытау. Расположилась она между монументом Менгалекьель и Ботаническим садом. Ее главной достопримечательностью станет вот этот вот монумент Казах-Ельне Мэн-Алхаз. Сейчас здесь залито основание. Сам монумент изготавливается на Карагандинском художественном комбинате. Его общая высота будет около 14 метров. Рабочие, чтобы успеть издать объект вовремя, работают даже в дождь. По словам подрядчиков, торжественное открытие аллеи будет к концу этого месяца. Автор скульптурного монумента – заслуженный архитектор Серик Рустамбеков. По его словам, композиция будет служить вечным символом благодарности этносов, которых в годы репрессии приютил казахский народ. Монумент представляет собой образ такой молодой казахской женщины в национальном костюме, которая как бы оберегая, полуобнимает фигурки трех детей. Копия камня Тимурлана, копии каменных изваяний балбалов, копии вот этих печей для выпалки железа и медий, значит, копии петроглифов. Презент на именины столицы готовят и творческие коллективы Астаны. Поп-рок группа «Умай» подарит сразу две песни. Премьера состоится на международном фестивале современной музыки 4 июля. Готовим яркое выступление. Очень много приедет интересных звезд. Команчеросы приедут из города Алматы, манекены приедут тоже. Ну и звери, на их борзов, чечерина. Всего в дни празднования Дня столицы пройдет более 650 мероприятий. Это концерты, художественные выставки, театральные постановки и многое другое. К слову, любители клуба веселых и находчивых тоже ждет сюрприз. Кубок Азии соберет известные команды КВН. Лаура Байбачанова, Булат Пектабалдиев. Итоги дня.